Сейчас очень популярна стала тема строительства домов из соломенных блоков. Хотя в Штатах, например, это известно уже больше века. В каких-то 70-х лохматых годах 19-го века начали появляться пресс-подборщики. Это механизм, который прессует блоки, на которых вы сидите. Первые дома экологические из таких блоков были построены в Небраске, наверное. Тоже в этих же 70-х, 80-х годах 19-го века. И до сих пор стоят. С чего все началось у нас? Я немножко обмолвусь. Есть человек Широков, Евгений Иванович, который эту технологию распространяет у нас. Он в Белоруссии начал заниматься этим делом. Началось все с того, что они занимались расселением людей после Чернобыля. Как раз Широков начал вести программу расселения этих людей и реабилитации. И пробовались различные варианты экологических поселков. И в итоге самые лучшие результаты показали как раз работа с соломенными домами. Люди лучше реабилитировались в этих домах. Улучшалось здоровье. Любой акадом, он должен сам себя обеспечивать электроэнергией. И перерабатывать свои отходы. Второе. По максимуму используется должно солнечное тепло, солнечное освещение. Один из принципов это ориентация всех окон, максимума окон на юг. Солнечная архитектура еще называется. Таким образом мы получаем здание, которое по максимуму освещается и обогревается через окна южной ориентации. Третье. Это экодом должен быть построен, естественно, из экологических материалов с минимум использованием химических и искусственно созданных материалов. То есть это дерево, песок, солома, глина. Все, что можно найти в природе. И еще один основной критерий экологичности дома это энергоэффективность. Чем меньше энергии у нас тратится на создание дома, на строительство и на эксплуатацию, тем он более экологичным считается. Это в основном обуславливается стенами. И отоплением, конечно. То есть чем больше стены, чем меньше у них теплопроводность, чем меньше теряется тепла через стены, тем дом лучше удерживает тепло. Соответственно, тем меньше нам нужно тратить энергии на его обогрев. Немножко расскажу про преимущества соломенных домов. В принципе, соломенная стена из блоков имеет толщину 50 сантиметров и имеет сопротивление теплопередачи где-то 8-9. В сравнении со сниповскими нормами, которые рекомендуют для всех строений живых, они рекомендуют 3 коэффициента. Здесь он в 2-3 раза больше, соответственно, в 2-3 раза меньше энергии на отопление нужно будет. То есть если мы делаем стены не 50 сантиметров, а 80 или 90, если мы сделаем из двух соломенных блоков толстую такую стену, то дом у нас становится энергопассивным. Его не нужно отапливать вообще. Еще большое преимущество это то, что стена дышит. Соломиная стена, ну как бы солома со штукатуркой создает систему вентиляции двусторонней. Их ни в коем случае нельзя закрывать недышащими материалами, какими-то пароизоляционными пленками, гидроизоляционными, фасадами, кирпичом нельзя обкладывать. То, что соломиная стена дышит, нам дает огромное преимущество. В том, что нам в принципе не нужна вентиляция в доме. Через вентиляцию в доме теряется до 15% тепла. Иногда ставят рекуператоры, это система сопряжения выходящего воздуха с входящим. Подогревается дополнительно воздух, который входит через вентиляцию. Часто в соломенных домах просто не делают вентиляции, потому что не имеет смысла, стена очень хорошо дышит. Даже в туалетах не возникает запаха. В ржаной соломе там очень много кремнезема и структура самой соломы, она очень жесткая и не живут мыши в соломе. Жить-то они живут, но они не едят. Есть еще рисовая солома, тоже хорошая по показателям прочности, по эффективности. Но ни в коем случае нельзя использовать пшеничную солому. Там любую другую траву нельзя использовать, потому что сгниет. Влажность не страшна, делают даже бани соломенные и сауны соломенные. Они высыхают, но они стоят очень долго. Испытания на сейсмостойкость в США проводились специалистами. И тоже, в принципе, вывод из этого сделан, что дома не просто сейсмостойкие, а сейсмобезопасные. По сути, соломенная стена в каркасе, сделанная по технологии, она выдерживает 6-7 бальные. В принципе, солома имеет класс огнестойкости F-114, что означает, что в течение двух часов соломенная штукатуренная стена не загорается. Испытания проводились в Германии, ну и у нас тоже энтузиасты брали соломенный блок, штукатурировали его со всех сторон и под направлением паяльной лампы он больше, чем 2 часа не возгорался.